всем привет с вами станислав морозов и добро пожаловать в очередное видео в котором мы рассмотрим процесс создания вступительного ролика такого как увидели в самом начале это не подробный туториал а общий процесс от начала до самого конца для начала я произвел подготовку всех моделей модели я взял из скетчфаба для этого я использовал специальный скетчфабовский плагин который я установил в блендер данный плагин позволяет искать модели непосредственно внутри блендера кто-то решит что это не солидно брать чужие модели и что нужно все модели делать самому на что я абсолютно возражу что это пустая трата времени да для упражнения это хорошо чтобы научиться моделировать но если в интернете уже есть готовые модели и они бесплатные какой смысл тратить свое время и моделировать что-то с нуля если это просто можно взять и использовать следующим шагом было размещение всех моделей и сортировка в одной сцене для подготовки к компоновке и анимации все модели по смыслу подбирались максимально приближенные к роду моей деятельности допустим фотокамера а мышь клавиатура экран стилус планшет это все непосредственно чем мне приходится работать и взаимодействовать для цветовой базы я решил воспользоваться готовым решением на сайте colors.com я выбрал нейтральную теплую палитру для того чтобы потом можно было ее расправить более яркими смелыми цветами данная сцена была настроена как библиотека которая в дальнейшем могу использовать в любом из своих проектов через asset manager в программе blender сейчас вы наблюдаете процесс размещения всех объектов в сцене это достаточно творческий процесс и я не могу сказать что вот это надо сюда поставить это сюда поставить то есть здесь просто смотришь крутишь пробуешь экспериментируешь и выбираешь что что действительно подходит как вы видите я стал немножко отходить от выбранной палитры цветов и начал добавлять другие цвета и также экспериментировать и смотреть что будет смотреться гармонично в сцене также я добавил несколько сфер но куда же здесь без сфер данный процесс чем-то напоминает лепку из глины потому что мы начинаем из куска чего-то неказистого но мы продолжаем лепить до тех пор пока не начинаем видеть формы и когда мы видим формы мы начинаем их отполировать и в конце получаем окончательный результат который нас устраивает и теперь когда данная скульптура начинает обретать формы для наибольшего понимания данных форм добавляется освещение потому что освещение очень сильно влияет на то как мы видим наши модели первая вещь который меня учили в университете когда я изучал 3d так это то что какая бы у вас не была крутая модель если там хромает освещение или хромает материалы модель будет выглядеть дешево и неинтересно сейчас вы наблюдаете как создается достаточно простенькая студия для нашей композиции с двухточечным светом по бокам это достаточно распространенная техника которая очень часто используется в индустрии визуализации продуктов но обычно там еще ставится один свет сверху но в нашем случае вместо него мы используем hdri фон здесь я создаю нулевой объект которым я потом прицеплю остальные объекты и во время анимации они будут следовать за нулевым объектом это сильно упрощает процесс а здесь вы видите непосредственный процесс создания ключевых кадров и анимации нулевого объекта весь процесс анимации производится вручную что может не понравится профессиональным аниматором но так как я не являюсь профессиональным аниматором этот проект я делаю для себя меня это вполне устраивает это можно сказать привычка которая у меня осталась после 20 лет работы в 3д максе так как 3д макс это такая универсальная программа используя инструменты которые находятся в нем методом подгона методом подбора методом эксперимента и методом тыка можно сделать все что угодно и для небольших проектов это достаточно оптимальный процесс если это был бы более крупный проект понятно что то бы все систематизировать но процесс систематизации и автоматизации это тоже достаточно сложный и время затратный процесс поэтому те кто работает с гудини прекрасно знают что создание шаблонов создание базовых элементов визуальное скриптирование процессов порой занимает намного больше времени и требует больше сил чем все остальные процессы вместе взятые здесь я продолжаю настраивать анимацию нулевого объекта здесь я приступаю к индивидуальной анимации каждого объекта в сцене как вы видите вся анимация здесь также настраивается вручную здесь я создаю и настраиваю основную камеру самая большая ошибка которую допускают новички они пытаются проработать абсолютно все предметы со всех ракурсов хотя в итоге какая-то часть из этих предметов будет видна камеру а какая-то будет за камерой если мы эти предметы не видим либо они вдалеке зачем на них тратить столько же времени сколько на предметы которые находятся вблизи далее решил добавить светящийся элемент к общей композиции видеобруча который также стал дополнительным источником света подчеркивающим все элементы находящиеся сцене камеры я заменил материал на матовое синее стекло добавок я поменял материал у наушников и добавил материал стекла некоторым сферам я добавил сцену еще один светящийся обруч которая также вручную анимировал добавив сцене динамичности я переключился на рендер движок иви и сделал предварительный просчет анимации для понимания того насколько гармонична композиция как все работает после чего я настроил рендер и сделал полноценный просчет в движке cycles просчет был сделан в качестве png sequence то есть каждый кадр это отдельная картинка и для того чтобы посмотреть как получилась анимация я перенес данные картинки непосредственно видео редактор самом о блендере я выбрал формат png благодаря возможности сохранять просчеты без фона что позволило мне внутри блендера подставить цветной фон и протестировать разные цвета в качестве фона мне очень понравилась идея меняющегося цвета фона поэтому перенеся просчеты в after effects я первым делом решил создать несколько цветовых фонов которые будут заменять друг друга в такт музыки чтобы получить еще больше вторичной анимации я наложил на видео эффект старой пленки я добавил текстовые элементы и иконки и настроил их появление в такт музыки и вот что у меня получилось а с вами был станислав морозов всем пока